Экскурсию по затянувшимся стройкам провели для главы Нижневартовска. Василий Тихонов посетил объекты, которые вызывают больше всего вопросов как у контролирующих органов, так и у вартовчан. Например, многодетные семьи с нетерпением ожидают земельные участки, которые они должны получить по федеральному закону. Однако работы по их подготовке до сих пор продолжаются. Близок ли финал, выяснял Алексей Шабанов. Вот этот новый квартал Нижневартовска должны составить более 100 участков, которыми закон наделил льготников. Здесь уже должны были протянуться улицы, вырасти ограды, а где-то и строения. На самом деле только завершается отсыпка. На некоторых участках стоит вода. Потроповка по проекту не делается. Да. А уровень воды очень высокий. Сейчас он ушел, ну и... И как вы это будете решать? В сале институт писали, что нужно делать затоповку. И суд ответил, кто же завершался, если готовить отходку не получится. Также предстоит решить вопрос с уличным освещением. Эти работы задержали на 8 месяцев. Впрочем, до конца июля намерены завершить. Созидать и созидать и на участке улицы Мира от Героев Самотлора до Первопоселенцев. Здесь работает тот же подрядчик. Отставания от графика нет, но у компании не хватает средств на проведение работ. Существенно снизив стоимость на торгах, строители не вложились в заявленную смету. Дефицит порядка 15 миллионов рублей. Сейчас компания ищет варианты, чтобы завершить работы 1 октября. Вот это еще один объект. Вы слышите наш разговор, да? Который делается уже с отставанием. Который наш подрядчик говорит, что он не сможет его выполнить из-за отсутствия финансирования, которое было изначально заложено в этом контракте. Когда вы два года назад начали этот контракт исполнять? В 2015 году мы его подписали. В 2015 году подписали трехлетний контракт на выполнение работы. Это один из примеров, как мы плохо работаем. И таких работников в случае невыполнения взятых обязательств ждет серьезное наказание. А вот на памятнике покорителям самотлора подрядчики работают хорошо. Основные работы идут в заданном темпе, а специалисты готовы приступить к озеленению территории вокруг монумента. Для клумба газонов приобрели 10 тысяч цветов. Осенью высадят и деревья. В это время года саженцы приживаются лучше всего. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников, телекомпания Югра, Нижневарковск.